Люберецкие призывники отправились на срочную службу в армии. На территории военкомата состоялись торжественные проводы. Напутственные слова новобранцам прозвучали от родителей, руководства городского округа, военного комиссариата, а также священнослужителей. Наша съемочная группа тоже присутствовала там. Уже через несколько часов эти юноши впервые наденут военную форму, чтобы попробовать себя в настоящем мужском деле. Несение службы в вооруженных силах Российской Федерации. Так-то боевой, хороший настрой. В принципе, все хорошо. Пришел сам, все нормально. Мне дальнейшую жизнь надо строить, учиться, идти дальше. Прежде чем идти учиться, мне нужно пройти этот этап жизни. Волнение, а так, в принципе, все хорошо. По традиции, перед отправкой на распределительный пункт молодые люди услышали пожелания и напутственные слова. Кроме родственников и друзей, ребят провожали во взрослую жизнь почетные гости. Через год вы уже вернетесь настоящими защитниками. Защитниками не только нашей Родины, но и защитники своих семей, дочерей и жен. Я вам пожелаю пройти этот путь беспрепятственно, а даже если будут преграды, вы их преодолеете. И чтобы вы знали, люберцы вами гордятся. Ребята, все будет хорошо. Мира вам. Я хочу вам посоветовать прилежно осваивать ту специальность, на которую вы будете назначены. От имени ветеранской организации области, военной ветеранской организации города Люберц, я желаю вам хорошо закончить службу и вернуться целыми и невредимыми домой. Настоятель Преображенского храма поселка Красково Илья Семенов совершил молитву и окропил будущих солдат святой водой. После чего вручил каждому из них икону Георгия Победоносца. Затем под звуки прощания славянки люберецкие новобранцы направились к поджидавшему их автобусу. Убывает 37 человек в части сухопутных войск, военно-космических сил, сил электронной борьбы. В соответствии с военно-учетными специальностями приобретенными здесь, в нашей школе ДСАФ, ребята убывают в качестве водителей. Особая гордость. Пять человек убывает в президентский полк непосредственно здесь, в Москве, будет олицетворять город Люберц, так сказать. Новобранцы будут проходить срочную службу на территории Западного военного округа, преимущественно в Московской области и ближайших к ней регионах. Ровно через год эти юноши вернутся домой уже в новом статусе настоящего мужчины и защитника Отечества.